Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Первый класс по прописке. Ситуацию с приемом малышей в школу обсудили на совещании у главы республики. Грипп наступает. В республике растет заболеваемость ОРВИ. Движение рук, движение ног. В Чебоксарах прошел турнир по спортивным танцам. Вопросом приема детей в первые классы в 2013 году пристальное внимание. 1 сентября учиться пойдут 13 тысяч первоклассников. По словам министра образования, в школах есть все необходимое для учебного процесса. Однако с этого года изменились правила приема. В гимназиях и лицеях не будет начальной школы. Первоклассник принимает только общеобразовательные учебные заведения и только по прописке. Непростая ситуация сложилась в некоторых школах столицы Чувашии. Порой не только родители, но и сами учителя не понимают, как будет осуществляться прием. Основные проблемы сегодня обсудили на еженедельном совещании при главе Чувашии. По идее, отмена вступительных экзаменов должна была упростить прием в первый класс и уравнять всех будущих первоклассников. На деле получилось так, что родители создали ажиотаж, когда еще с января стали стихийно становиться в очередь в первой школе. Министр образования Владимир Иванов считает, что подобная ситуация объясняется просто. В этом заведении дошкольная подготовка – одна из лучших в столице. Многие родители оформили временную прописку, чтобы попасть именно в эту школу. По мнению министра, переломить ситуацию возможно. Нужно более быстрыми темпами, более грамотно создавать более привлекательные условия и в других школах, не только в тех школах, которые сегодня испытывают большие спросы со стороны наших граждан. Очень сложная ситуация в общепривательной школе номер один в городе Чебоксары. И здесь приняты соответствующие меры. Прежде всего, это перераспределение, переразакрепление к начальной школе территории. И кроме этого, мы поставили вместе с городом решаемую задачу, чтобы часть микрорайона, которая была закреплена за первой школой, перешла в шестую школу. И там мы, увеличивая количество первых классов и создав еще более лучшие условия, чем в первой школе, мы должны родителей привлечь, соответственно, не только материально-технической базой, а и кадрами. Проблема вокруг школы начальных классов номер один. На сегодняшний день количество свободных классов составляет три, и школа может принять 75 человек. Тем не менее, количество официально зарегистрированных человек составляет 99. По оперативным данным, фактическое количество детей будет ориентировано 120-130 человек. Причем 68 человек зарегистрированы в 2013 году. Около 20 человек имеют временную прописку. В Чебоксарах первоклассников будет принимать 51 школа. По словам Алексея Ладокова, условия созданы в каждой. В ситуации с приемом в первый классы заинтересовались и уполномоченные по правам ребенка, и по правам человека. Михаил Игнатьев призвал в течение недели снять напряженность в этом вопросе. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Более подробно о приеме первоклассников мы расскажем завтра в программе Республика. Сегодня же на совещании у главы Чуваши обсудили и уровень развития трассовой медицины. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова рассказала об организации первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП на федеральной трассе. В системе трассовой медицины участвуют 32 станции скорой помощи в районах и городах республики. В их распоряжении 245 автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС. Создание трассовой медицины позволило сократить время ожидания медицинской помощи с 25 минут в 2011 году до 13 минут. По данным ГИБДД в 2012 году произошло 2060 аварий. В них погибли 265 человек, 28 тысяч ранены. Среди погибших 8 детей. По данным мониторинга Министерства здравоохранения Чувашской Республики, из числа погибших 183 человека умерло на месте ДТП. Это 71,5%. То есть в основном до приезда машин скорой медицинской помощи. 15 человек умерло на до госпитальном этапе. Это порядка 6%. Травмоцентры были оснащены медицинским оборудованием в соответствии с федеральными порядками, что обеспечивает оказание медицинской помощи в течение первых 40 минут доставки пациента в травмоцентр. У нас нет взаимных тут проблем и претензий, особенно. Действительно, максимально оперативно реагирует у нас скорая помощь. Единственное, проблема есть. Но это проблема не только Минздрава, но в целом. По действующим нормативам у нас необходимо выезд кареты скорой помощи из расчета одна карета на одного пострадавшего. Естественно, у нас не происходит этого, особенно в сельской местности. Создаваемые условия способствуют быстрому оказанию медицинской помощи. Но необходимо приложить усилия для сокращения количества дорожно-транспортных происшествий. На эти цели должны работать и новые приборы видеофиксации, и совместные меры по профилактике. Только таким образом, отметила Алла Самойлова, можно уменьшить число аварий. Павел Константинов, Александр Петров, Республика. Кривая заболеваемости гриппом в Чувашии медленно, но верно ползет вверх. На прошлой неделе от вирусов пострадали около 12 тысяч человек, почти 70% из них дети. Эпидемический порог превышен на 40%. ОРВИ или грипп. Разница, в общем-то, невелика. И то, и другое одинаково неприятно для человеческого организма. Правда, в последнее время кое-какие штаммы кажутся нам особенно опасными. С 2009 года стал известен грипп АН1Н1, то бишь свиной. Он как бы не проявлялся себя столь активно и в 2010-м, и в 2011-м году. Но вот в 2012-м даже он не проявлялся так, с такой интенсивностью. Вот в 2013-м году уже в начале он себя ведет вот именно чуть-чуть по-свински. Видимо, оправдывает свое название – свиной грипп. Вот последние три недели практически у каждого третьего обследованного больного выявляем, вот лабораторно подтверждается вот именно этот грипп. В меньшей степени это H3N2. Он тоже старый, добрый, знакомый возбудитель. Он уже более, скажем, 40 лет циркулирует. На последней неделе у 14% обследованных больных он был выявлен. Это тоже большой показатель, самый большой, по выявляемости именно этого вируса. А в предыдущей неделе меньше выявлялся, у 3-5% больных. Но, кроме того, нужно отметить, что у нас в начале именно на пятой, по-моему, неделе был подтвержден у одного больного грипп типа Ба. Говорить о повальной эпидемии, к счастью, не приходится. Но в нескольких детских учреждениях республики все-таки ввели карантин. И медики, и сотрудники Роспотребнадзора предупреждают. В таких условиях надо неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенический режим и поддерживать иммунитет. Это, прежде всего, почаще мыть руки с мылом, защищать органы дыхания, прежде всего. Даже если вы здоровы, масочный режим, так называемый, может быть, чтобы это было модным, чтобы действительно явлением не стесняться. Как говорится, и в общественных местах, вот именно. Самый эффективный, одно из эффективнейших мер, это именно защита органов дыхания. Ну и, конечно, не забывать, что маски надо постоянно каждый день, ну, через каждые 2-3 часа менять. Общение, конечно, предполагает, что вы бросите свою вредную привычку сцеловаться с каждым знакомым, родным, милым вам человеком. Воздержитесь, будет весна, цветы, компенсируйте. Специалисты категоричны. При первых признаках гриппа или ОРВИ нужно укладываться в постель и вызывать врача на дом. Трудовой героизм в таких случаях не уместен. Не следует появляться на работе или в общественных местах хотя бы из соображений человеколюбия. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В Московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров сыны Отечества» прошло отчетно-выборное собрание, посвященное Дню защитников Отечества. «Товарищество офицеров сыны Отечества» организовано в 2000 году. Сегодня общество объединяет около 500 офицеров, курсантов, генералов и адмиралов, так или иначе связанных с Чувашией. Основной нашей целью это, конечно, работа с молодежью, подростковым поколением Чувашской Республики. Для этого мы каждый год 3-4, даже более раз выезжаем в районы Республики, где мы родились, вылезли, в села, встречаемся с кадетскими классами, подростковым поколением. И при встрече мы выявляем лучших ребят, которых желают служить Отечеству, не только Министерства обороны, но и других структур, как МВД, МЧС, ФСБ, УФСИН, наркоконтроль в службах. И стараемся им помочь для поступления в ВУЗы. Тут те люди, которые делают хорошее дело во благо Отечества. День-день защитника Отечества. Я, например, если так можно сказать, курирую молодое выполнение. Они мне понятнее. Я сам был нахимовцем. У нас кадетские школы, Чебоксара, Чувашии. Учеба в военных вузах помогает сохранять генофонд нации. Будущие защитники Отечества подтянуты, спортивны, хорошо образованы и воспитаны. Естественно, они лишены многих пагубных страстей, охвативших сегодня нашу молодежь. Здесь получаешь не только образование, причем очень хорошее и качественное образование, но и огромный жизненный опыт, который помогает в будущем. Раньше это казалось очень романтичным, интересным. Сейчас, конечно, мы понимаем, что это сложно, но именно моя специальность, она приемлемая и для девушек. То есть я финансист и могу выполнять объем работы на меня возложенной наравне с машиной. Замечительные качества чувашского народа, такие как выносливость, исполнительность, трудолюбие и смекалка, позволяют нашим землякам стать хорошими воинами. Есть множество отличников боевой и политической славы, представителями народной культуры, которые участвуют как раз-таки в таких организациях с цены Отечества и показывают достойный пример для нынешнего поколения. Несмотря на вот эти трудные, тяжелые 90-е годы, у нас мы успели и сохранили та преемственность перехода от курсантов и становления офицеров. Младшие поколения, старшими поколениями. И это, естественно, на виду. В настоящее время, например, в республике нашей, Чувашской республике, нет таких отказников в большинстве случаев. Все хотят стремиться служить и служат достойно своей малой и большой родине России. Совет по взаимодействию с религиозными объединениями Чувашии, в который входят представители духовенства, власти, правоохранительных органов, обсудил вопросы профилактики терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской республике. Количество религиозных объединений на территории Чувашии с года в год растет. К примеру, в начале 2000 года их было всего 216. К концу 2012-го их количество увеличилось в полтора раза и составило 307 объединений. Больше половины – это представители РПЦ. Как отметили на седании, противоправных действий со стороны религиозных объединений замечено не было. Но в сети интернет все же появлялись материалы, расшатывающие общество. Три молодых человека в социальной сети ВКонтакте размещали материалы экстремистского содержания. То есть оскорбления в адрес азиатских, кавказских и других религиозных объединений и так далее. Один факт у нас был по распространению Майнкава Гитлера, книги. То есть он пытался тиражировать через сеть интернет. И еще один у нас субъект разжигал с точки зрения антисемитизма. Еще в прошлом году в республике заработала целевая программа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, разработанная до 2015 года. По этой программе должны осуществляться мероприятия, направленные на укрепление согласия в обществе, пропаганду здорового образа жизни, размещая социальную рекламу в местах массового пребывания людей. Алексей Иванов, Андрей Шоклев, Республика. В праздничные дни в Чебоксарах прошел творческий вечер поющего актера театра и кино, обладателя бархатного баритона Евгения Дятлова. Большинству зрителей он известен по ролям в фильмах и сериалах «Улица разбитых фонарей», «Черный ворн», «Белая гвардия», «Копейка» и многих других. Евгений выступает с ансамблем «Академ Квинтет». Уже более 10 лет певец гастролирует с сольными концертами. С творческим визитом столицы Чувашии певец впервые. Программа «Разрешите представиться» говорит сама за себя. В нее вошли лучшие лирические песни, танго, романсы, военные, народные и авторские песни. Своеобразный микс представила компания в составе Евгения, гитары, скрипки и баяна. О том, как заслуженный артист России завоевал общественное признание и стал известным певцом, Евгений Дятлов рассказал в эксклюзивном интервью нашей съемочной группе. Да, ну начиналось с пения просто, с пения. Потому что я параллельно играл в театре, никому это было не нужно. Ну вот, в телевизионные дела меня не звали, потому что особо я сам не лез. Как-то мне все казалось, что ну ты или в театре работай, или приходи туда, в кафе Ленфильма, и сиди с утра до вечера, кури, и всем на глаза попадайся, и задруживайся с помрежами, с этими, вдруг от тебя кто-то замолвит, какое-то слово. В общем, это было не для меня. Вот, поэтому я тоже довольно поздно попал во все это телевидение, кинематограф там и так далее. Вот, а все начиналось, да, так вот, с концертов, с малых залов. С малых, с малых, потом больше, 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 в целом. Сейчас вот так, в целом, я работаю на тысячный зал. Ну, надеюсь, что мы в следующий раз привезем уже полный ансамбль. Что предпочитает Евгений Дятлов больше – петь или сниматься в кино? Какие выступления принесли артисту известность? И как он относится к современному шоу-бизнесу? Смотрите в полной версии интервью 2 марта на национальном телевидении Чувашия. Блестящий паркет, сотни грациозных пар, кружащихся в вальсе. Около тысячи спортсменов из Чувашии и Приволжского федерального округа показывали мастерство спортивного танца в минувшие выходные в Чубаксарах. В спорткомплексе «Спартак» состоялся турнир по спортивным танцам на паркете. На балу у «Эврики» побывала и наша съемочная группа. С самого утра в спортивном комплексе многолюдно, так что яблоку упасть негде. Возбужденные мамы и папы, бабушки и дедушки, взволнованные мальчики и девочки. Это неудивительно, ведь на эти соревнования традиционно приезжают лучшие танцевальные дуэты из более чем 40 клубов Чувашии и Поволжья. Не напрасно этот турнир получил статус первенства города, открытого первенства города. Даже один из самых крупных спортивных залов нашей республики не может вместить всех желающих увидеть это феерическое зрелище. Для пятилетней Эмилии это дебютное выступление перед строгими судьями и многочисленными зрителями. Маленькая танцовщица сегодня получила свою первую медаль. А Дима и Катя имеют в своей копилке уже шесть наград. Успели засветиться и на других соревнованиях. В Казани, в Чебоксарах, не помню еще где, но в Казани, в Чебоксарах, в Ульяновске. Родители радуются за моих успехов. Младшие участники танцевали самбу, ча-ча-ча, медленный вальс, квик-степ. У старших программа была сложнее. Включала в себя еще и танго, румбу, венский вальс, фокстрот, посадобль. Передать эмоции спортсменкам помогает костюм, яркий макияж и всевозможные украшения. Требования, естественно, есть и к прическам, и к костюмам. То есть, допустим, в детском возрасте нельзя девочкам носить сережки. То есть, нельзя на прическу какие-то камушки наклеивать. То есть, в возрасте постаршего уже можно как-то украшать какими-то элементами, какими-то бантиками. К внешнему виду танцоров требования не менее строгие. Мальчикам тоже приходится укладывать волосы, используя муссы, пенки, лаки. На одну детскую голову уходит полфлакона моделирующих средств. Работу танцоров оценивали судьи из разных городов Поволжья. Основные критерии – линия корпуса, ритм, техника, музыкальность. Приезжают известные судьи, которые судят соревнования по всем возрастным категориям, в том числе и в массовом спорте, и в спорте высших достижений. Это для нашего города, конечно, большое событие. В нашем городе танцует очень много танцоров, потому что даже в такой небольшой республике, как наша, есть 13 танцевальных спортивных клубов, которые конкурируют между собой. За один день соревнований многие участники исполняли до 30 танцев. И наши спортсмены в этих соревнованиях показали себя очень хорошо. Призерами стали около 20 пар из Чувашии. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Этих людей сложно узнать в толпе. Все привыкли различать их по аватаркам. Однако в интернет в среде нашего региона все они достаточно известны. В Чувашии выбрали лучшего блогера по итогам 2012 года. Сегодня в Чувашии около 500 человек ведут свой дневник, живой журнал или ЖЖ, проще говоря. Весь февраль региональная благосфера выбирала лучших из лучших. Организаторы старались сделать все по справедливости. Но споры о том, кто каких наград достоин, долго не стихали. Главной же целью премии было вовсе не породить подобные разговоры. Когда существуют и проблемы у Чувашии, у Чебоксар, когда спрашивают, ты откуда, я говорю, Чебоксар, а где это? Приходится объяснять, это между Нижним и Казанью, на Волге, и вот так вот, какими-то наводками. Вот как бы призвано, чтобы развитие благосферы региональной именно узнали о блогерах, а через них, соответственно, о Чувашии, о Чебоксарах, о людях, которые там живут, о чем они думают, как живут, зачем и для чего. Вести свой блог несложно, а чтобы сделать его читаемым и интересным, нужно постараться. Как это сделать, блогерам рассказали на школе ЖЖ. Данный проект шагает по России почти год, а в Чувашии мастер-класс проводился во второй раз. Я очень рада, что первые два ряда заняли студенты, журналисты и вообще просто студенты. Для меня это, ну, сейчас такая одна из основных аудиторий, на которую мне очень хочется работать. О чем писать в своем интернет-дневнике каждый решает сам и выбирает то, что ему наиболее близко. Поэтому и номинации на премии были характерные. Гражданин года, корпоративный блок, культурный, репортаж года, женский блок и другие. У всех свой формат. Кто-то пишет о профессиональной деятельности, кто-то пишет о чем-то другом, о своем хобби и увлечениях больше. Получилось так, что я не хотела выводить работу на первый план, я не хотела что-то другое. То есть я писала о том, как живу. Геннадий Михайлов оценил чувашскую благосферу как достаточно активную среду. И если сравнить с другими регионами России, то она войдет в десятку лучших. Премия 2012 года еще раз подтвердила это. А блогером года был признан Альберт Ильин. Теперь как минимум год придется быть еще более серьезным блогером, скажем так. Блог – это действительно мощный инструмент. И сегодня мне сказали, мы даем тебе гаечный ключ. И твоя задача как минимум один год заворачивать гайки в нужную сторону. Какой станет благосфера Чувашей в 2013 году, покажет время и будущая премия. А пока нам остается только следить за ее развитием. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. В субботний праздничный день более 1 тысячи жителей Республики решили посоревноваться на лыжне. О том, как это было, смотрите в следующем репортаже. В центре зимних видов спорта на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 в очередной раз дали старт лыжным гонкам. На этот раз массовый забег организовала партия «Единая Россия» в честь праздника Дня защитников Отечества. Среди любителей зимнего вида спорта были и жители районов, специально приехавшие на лыжный пробег. Неудивительно, что большинство спортсменов представляла сильная половина человечества. Кто-то служил, кто-то сегодня носит свою службу, охраняя наши границы, обеспечивая Российскую Федерацию прежде всего безопасности. На самом деле сегодня соблюдается охрана общественного порядка. И я ощущаю, что каждый человек, проживающий как на территории Российской Федерации, так и на Чувашской земле, чувствует спокойствие, мир и уверенно завтра семья. Несмотря на то, что сегодня праздник настоящих мужчин, на лыжные соревнования пришли и дамы, чтобы поддержать своих мужей и сыновей. Это праздник не только мужчин. Наравне с нами наши любимые, дорогие наши женщины. Они тоже 100% право имеют отвечать наш праздник. 23 февраля уже много лет совместно с партией «Единая Россия» проводят такие традиционные соревнования. Нам приятно участвовать. О том, как активный отдых полезен для здоровья, постоянно говорят и врачи, и тренеры. Все, кто собрался сегодня на лыжный пробег, с ними полностью согласны. Тело укрепляется, здоровье. Мы с друзьями пришли покататься, чем за компьютером сидеть. За компьютером только глаза там портят, и все. А здесь природа. Хорошо. Что это дает для обучающих нашей школы? Они с малых лет начинают вести здоровый образ жизни, готовятся для службы в российской армии, а также ведут здоровый образ жизни. У них времени нет посторонними делами заниматься. Они всегда в движении занимаются, здоровье укрепляют, а также они обучаются все на отлично и хорошо. Праздновать День защитников Отечества на лыжной трассе для этих любителей спорта уже не ново. И они с удовольствием соберутся здесь 23 февраля 2014 года. Светлана Ликимова, Андрей Шоклев, Республика. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова